В чём-то поколение в возрасте от 45 лет право. В чём? Я не про отвязки в середине говорю. Для меня лично и с большим удовольствием человеки обыкновенные нужны, которые помнят молодость. С моей точки зрения лучшую, а затем из разрухи став другим государством. И мы видим большее счастье для детей. Вот я про что. Ведь мир детства – это 10 лет, далее отрочество, далее с 20 юность. Но что сейчас дети имеют, я как человек больной детством очумеваю. Игрушек не было в том количестве, слава богу, Инна, владелица магазина Орион, мне помогла. В детстве у моего сына было то, что даже в одном случае из ста я не предвидел. Компьютеры мы знали только в 18 лет. Я имею в виду игровые компьютеры. Они уже с детства там. Год 1997-й. Я не думал, что сотики станут максимально доступными. И честно, мы не говорим, а видим, с кем общаемся. А это 24 года назад. Что сейчас? Мало того, спорт, мы в аквапарке, он стал весь доступен. Да, раньше он был практически бесплатен. Но раньше вас выпинывал тренер, если вы не стремились к разрядам. Сейчас нет. Но вот немного другая тема. Какая тема? Я про зарплату. Ценники? Да те же. Нули отрежьте и все же. Нас, конечно, грузанула не детская квартплата. Но по сути, если работать с мозгами, а в этом и был лучший принцип коммунизма, можно не тратить деньги в магазинах, а с большей радостью воспитывать ребенка. К слову о том, что можно с ребенком прямо здесь заниматься плаванием. А раньше этого и не было. Раньше спортом только занимались для воспитания уникумов. Сейчас все. Все. И стар, и млад. Все. И для всех есть спорт. Вот в этом событии Россия во втором десятилетии поколения 21 века мне нравится. Мне очень нравится процедура плавания. Да, мне она понравилась. В детстве я с детского санта сюда ходил. Немножко был бассейн, чуть-чуть другой. Но сегодня сейчас мы немножко переделали. Сейчас там аквапарк. Отличный аквапарк. С примесью даже лучшей составляющей гостиницы. Плюс рестораны, плюс кафе, плюс все остальное. Но тем не менее мы заботимся и о детях. Дети здесь могут заниматься? Дети, конечно, могут здесь заниматься, как и обычным. Ну, посещение обычное для развлечения. Приходить все с родителями, сами подростки. Если мы рассматриваем спортивную направленность, либо оздоровительную, то наш клуб, он, собственно, занимается этим, что мы оздоравливаем детей. Мы иммунитет им закаливаем. Плавание – это вообще уникальный вид спорта в том плане, что он не только развивает все группы мыслей, но и он укрепляет иммунитет, что нашей обстановке сейчас очень необходимо. Конечно, 25% из горожан знают аквапарки. Турция, да и Египет. Но крутизна турецких – это всего лишь 10 отелей, 3 египетских. Все остальное представлено в Магнитогорске. Во как! Да и есть крутизны, но их в России еще 5. Всего лишь. Так здесь есть все, что нужно. Джакузи, теплые бассейны, идеал для детей в возрасте от нуля. Не знали? А зря. Мой плавать начал в 2 года. Вот такой аквапарк. А сочетая в себе и гостиницу, и фитнес, и залы, и все-все-все, ну, найдите такой в стране. И мне почему-то кажется, что он единственный. То есть не скулите, что Магнитогорск не идеал. Да, город со сложностями. Но удовольствия от жизни больше. Просто жалко, что в городе нет уникального комплекса, в котором до 5000 человек слушало бы лучшую музыку. А так и есть все. Все для отдыха. Прийти и в аквапарк может каждый. У нас прекрасно все проконсультируют, кто мы, что мы, расскажут, подскажут, тренеры пообщаются без проблем. По телефону тоже, конечно, можно позвонить и записать ребенка. Наши телефоны пестрят по всему городу, и о нас очень легко узнать. А какие это телефоны? Телефон нашего клуба 45 08 01. Там сидит прекрасная девушка, которая проконсультирует родителей по всем вопросам. И по возрастам, и по стоимости, и подберут самые лучшие удобные дни для занятий. Мы занимаемся в трех бассейнах. Не только в аквапарке, но и в ровеснике. Также при бассейне, при аквапарке... Это бывает. Люди все занимаются, чего такого-то? Да. Также при аквапарке есть бассейн «Дельфин», где занимаются маленькие детишки с 4 лет. Там прекрасные также тренеры, которые, опять же, сами в прошлом титулованные спортсмены. И они найдут определенный подход к каждому ребенку. Вообще-то, дай бог электричеству. По сути, город в большей мере загрязняет машины. Не верите? А зря. Вот если это удастся, посмотрите этот материал через 20 лет. И тогда вы поймете, что человек может жить, сочетая спорт в любом возрасте. В нашем случае спорт – это плавание в аквапарке. Но город Магнитогорск и большой, и маленький. Большой по населению, маленький по площади. Площадь большая есть, но население в 5 раз меньше – это миас. 40 километров вдоль трассы. Или 14 – есть разница? Ну так плавайте для удовольствия. Все для вас здесь есть. А катайтесь летом на велосипедах, а зимой на лыжах. Это когда весь город электрифицируется полностью.